Это экстренный вызов телеканал ОТС. В студии работает Мария Никитина. Здравствуйте. Не забывайте, у нашей программы есть ограничения по возрасту. Детям до 16 смотреть не рекомендуется. Мы начинаем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Средь бела дня неизвестный преступник выстрелил в женщину и похитил у нее крупную сумму. Все подробности резонансного разбойного нападения расскажем завтра, а теперь к другим темам. Начинаем с самой громкой криминальной новости этого дня. Оперативники областного ОФСБ задержали директора Центра управления городским транспортом. Чиновник пытался получить взятку с перевозчика. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гороэлектротранспортом, по нашим данным, сейчас проводят обыск. Приемная рама Суваряна эту информацию не подтвердили. Никакой информации нет. Обыски никакие не проводятся. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И далее о коррупции. Еще один геофизик оказался под следствием в Новосибирске и вновь за махинации с деньгами государства. Напомню, в советском районе уже судят за растрату главу региональной геофизической службы Виктора Селезнева. Скорее всего, та же судьба ожидает и его коллегу, в отношении которого возбудили уголовное дело. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На присвоение бюджетных средств попался директор Алтая Саянского филиала геофизической службы СОРАН. После задержания его доставили в суд советского района, который определил фигуранту меру пресечения в виде домашнего ареста. Правоохранители вычислили преступный механизм, с помощью которого геофизик незаконно обогащался. Оперативными сотрудниками установлена преступная схема, организованная руководителем подразделения геофизической службы и направленная на присвоение государственных средств. Ради незаконного получения бюджетных денег им были заключены фиктивные контракты на выполнение специализированных геофизических работ с подконтрольными ему юридическими лицами. На самом же деле эти работы проводились силами самой геофизической службы, тогда как оплата за них шла коммерческим структурам. В результате директор заработал более 40 миллионов рублей. Часть этой суммы он потратил на покупку недвижимости в Новосибирске. Теперь не в меру предприимчивый чиновник ответит за свои махинации. Уголовное дело возбуждено по статье присвоения или растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы и немалый штраф. Леонид Лишенко, Василий Тополев, экстренный вызов. А теперь об аферисте с более скромными аппетитами. 13 потерпевших и всего 2,5 года колонии. Зайльцовский районный суд Новосибирска поставил точку в деле телефонного мошенника. Обманом мужчина заработал около миллиона рублей. Как следует из материалов дела, в апреле прошлого года безработный новосибирец набрал на телефоне случайную комбинацию цифр. Услышав в трубке женский голос, мужчина выдал себя за ее сына и пожаловался, что накопил солидный долг по кредиту. Женщина поверила злоумышленнику, разволновалась и предложила ему свои накопления. Под видом друга сына он забрал у нее 100 тысяч рублей. По той же схеме за полгода успел обмануть 13 потерпевших на сумму более 750 тысяч. Еще 22 человека заподозрили неладное и денег не дали. Суд приговорил обвиняемого к 2,5 годам в колонии и поселении. Он, кстати, во всем сознался и возместил причиненный ущерб. Переходим к дорожной теме. Сразу две аварии, в которых пострадали дети, произошли в Новосибирске. В Ленинском районе под колесами Тойоты оказался 8-летний мальчик. Он перебегал дорогу в неположенном месте. А на улице Объединения в Калининском районе начинающий водитель на пешеходном переходе сбил молодую женщину и ее 6-летнюю дочь. Обеих с тяжелыми травмами доставили в больницу. Водитель, который совершил наезд, водитель автомобиля Ниссан Глюберт, пояснил в своем объяснении, что он не заметил пешеходов, которые вышли на пешеходный переход из-за транспортного средства, которое остановилось справа и, собственно, пропускало пешеходов. А для любителей выпить и сесть за руль наступили плохие времена. С сегодняшнего дня вступила в силу новая редакция Уголовного кодекса. Теперь за пьяное вождение можно угодить за решетку на несколько лет. Пьяные водители опасны как для себя, так и для всех участников дорожного движения. Сегодня в силу вступили изменения в законодательстве, которые должны резко сократить число нетрезвых за рулем. Автомобилисту, которого повторно задержали пьяным в течение года, теперь грозит до двух лет тюрьмы и лишения прав еще на три года. Отказавшись от медицинского освидетельствования, водитель автоматически приравнивается к пьяному. Помимо этого, увеличились и минимальные сроки наказания для любителей выпить за рулем, по вине которых погибли люди. Дешево не значит безопасно. В Новосибирске продолжают продавать нерастаможенные иномарки. Цена у таких машин привлекательная, только вот в определенный момент счастливый автовладелец может остаться у разбитого корыта. Этот БМВ будет конфискован по решению Ленинского районного суда. В 2013 гражданин Молдовы пригнал его с Украины в Новосибирск и продал нерастаможенную иномарку местному жителю. Когда все выяснилось, автомобиль арестовали, а виновника оштрафовали. Иностранцы имеют право ввозить своих железных коней в Россию, но не дольше, чем на один год. Многие приезжие используют этот законодательный механизм в своих корыстных целях. Иностранные граждане, которые ввезли свой автомобиль на территорию РФ без уплаты таможенных платежей, передают право пользования на данное транспортное средство третьим лицам, а затем эти лица уже перепродают автомобили местным жителям. Соответственно, люди здесь находят для себя выгоду в том, что такие автомобили, как правило, дешевле. Но желающий сэкономить покупатель в итоге остается крайним. Новоиспеченный автовладелец не может поставить иномарку на учет без уплаты пошлин. А если машину изымут, финансовые затраты ему, скорее всего, никто не компенсирует. Причем подобное происходит регулярно. Только с начала этого года по делам, возбужденным в Сибирской оперативной таможне, конфисковали 12 автомобилей. Поэтому, чтобы избежать проблем, перед покупкой зарубежного авто нужно обязательно проверять, заплачены ли за него все таможенные сборы. Леонид Лишенко, Анна Скок, Василий Тополев. Экстренный вызов. И последнее. Смерть новосибирского актера официально признали самоубийством. Алтайские следователи завершили проверку и вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Подающий надежды актер театра «Красный факел» Данил Липустин был найден повешенным на мосту в Барнауле. Молодой человек пропал 20 мая, не вернулся домой после вечернего спектакля. На следующий день правоохранители обнаружили его тело и предсмертную записку. Родственники отказывались верить в версию суицида, но следователи пришли к выводу, что Липустин добровольно ушел из жизни. Фактов или признаков, свидетельствующих об оказании на Данила Липустина негативного воздействия, в том числе в форме угроз жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства, следствием не установлено. Сведений о наличии у кого бы то ни было повода для этого, а также заинтересованности в смерти гражданина путем самоубийства не получено. Врагов и долговых обязательств как не у самого Липустина, так и у его семьи и близких не было. Подчерковическая экспертиза подтвердила, что предсмертную записку актер написал самостоятельно. В тексте он попросил никого не винить в произошедшем. На сегодня все. Информацию о происшествиях и преступлениях сообщайте по телефону 310-2005. Он доступен каждый будний день в рабочее время с 10 до 6. Видео ЧП выкладывайте в группе экстренного вызова ВКонтакте. Будьте осторожны и соблюдайте законы. Увидимся завтра на канале ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова